В Москве 23 часа вы смотрите российский информационный канал Вести в студии Михаил Зеленский. Здравствуйте! В Севастополе торжественно отметили 225-летие Черноморского флота России. Несколько минут назад праздник завершило лазерное шоу и сейчас над городом праздничный салют. Время региональных новостей Здравствуйте! По всей видимости, это просто звук запаздывает, вы будете меня слышать. Итак, известно, что государство планирует подписать договор о мирном использовании ядерной энергии. Вот что в него входит и каковы основные направления сотрудничества России и США? Хорошо, договорились. Сергей Владиленович, вы нас слышите все-таки в итоге или нет? Мы пытаемся установить связь со Стрельной. Да, отлично слышал. Хорошо, я повторю вопрос. По всей видимости, как раз вопрос вы не услышали. Итак, я вас просила про договор, который планируют подписать Россия и США. Это договор о мирном использовании ядерной энергии. Что в него входит и на что рассчитывают страны? Хорошо, сейчас. Значит, Абрилев просит сдвинуть камеру, потому что говорит за моим правым плечом. Хорошо, мы вернемся после того, как уладим все технические проблемы с нашей студией на Стрельной. Другой город, расположенный по соседству с Москвой, уже создал прецедент для российской избирательной системы. Подмосковный Климовск остался без представительной власти. Итоги прошлогодних выборов местный грузсовет признаны не действием. Через некоторое время информационное обещание на нашем канале продолжит региональные новости. В Екатеринбурге их представит наш коллега Мстислав Захаров. Мстислав, здравствуйте. Что вас сегодня интересно? Здравствуйте, коллеги. Сегодня в выпуске Вестей Урал. Жители села Камышево остались без воды. Гроза вывела из строя насос на водонапорной башне. Чтобы обеспечить людей водой, десятки многоэтажных домов объезжает пожарная машина. И огурцы, выращенные по уникальной технологии. Каждое растение находится в отдельном мешочке с грунтом, а состав питательных смесей для подкормки контролирует компьютер. Об этих и других событиях Вестей Урал расскажут в ближайшем выпуске. Спасибо, Мстислав. Мстислав Захаров, Вестей Урал. Простите. Ну и мы на этом с вами прощаемся. До завтра. С вами были Татьяна Александровна и Михаил Антонов. Всего доброго. До встречи. Сергей, слышите ли вы нас? Совсем недавно из чеченского члена плена были освобождены два милиционера. Впереди еще новости спорта и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Простите. До свидания. Несколько минут назад стало известно, что главе холдинга «Медиамост» Владимиру Гусинскому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. При этом мера пресечения остается той же. Гусинский и дальше будет находиться в утырской тюрьме. Об этом журналистам сообщил его адвокат Генри Резник. Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти две тысячи пудов, судя по инвентарным записям, были... Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! До ближайшей весны утки в новых домиках не появятся. Дело в том, что они не селятся на новой древесине. Для того, чтобы здесь появились птицы, дерево должно состариться и принять цвет окружающей среды. Ну а потом картина будет выглядеть примерно так. Именно через это входное окошко утки будут отпугивать ворон, посягающих на утиную кладку. Алексей Самолетов, Севолод Савичев, Вести Москва. Пост премьера министра Украины займет человек, который удовлетворит пожелания всех политических сил. А им может стать Юрий Яхануров, но никак не Виктор Янукович, которого предложила антикризисные коалиции и положила на стол президенту Виктору Ющенку, чтобы он уже выдвинул эту кандидатуру в Верховную Раду Украины для голосования. Мне остается добавить, что... Мне остается... Мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были празднецы по случаю Дня города, но городские власти... Мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были праздновать... Мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были праздновать День города. Новая информация в утренних выпусках программы Вести Москва на канале России. В студии была Анастасия Милинкова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok День города России День города России День города России. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Информационный канал Россия 24 продолжается в работу и главные новости коротко. Сразу два взрыва прогремели этим утром в самый час пик в московском метро. Есть погибший и пострадавший около 8 утра на станции Лубянка. Во втором вагоне поезда, который следовал в сторону Комсомольска, сработало неустановленное взрывное устройство. Бомба сдетонировала, когда состав остановился на перроне и началась посадка-высадка пассажиров. По последней информации, 22 человека погибли. По разным данным, от 11 до 17 человек пострадали. Буквально через полчаса в 8.37 утра пригремел еще один взрыв на станции Парк Культуры Радиальная. Сообщается о 12 погибших и 7 раненых. Милиция. Пересиленный вариант несения службы по факту взрывов. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Генпрокурор Юрий Чайков взял расследование под личный контроль. Правительство Москвы организовало горячую телефонную линию. О судьбе родственников можно узнать по телефонам 622-14-30 в администрации метрополитена и 624-34-40 в префектуре центрального округа столицы. И вот что нам сообщили в пресс-службе МЧС. Сегодня утром в Московск-Тене гремели два взрыва. По нашей информации, первый взрыв прогремел 7 часов 56 минут. Сейчас время взрыва уточняется. Взрыв произошел во втором вагоне поезда, когда он находился на станции метро «Лубянка». В результате взрыва погибли люди и в вагоне поезда, и на платформе. На этот час погибших числится 22 человека. 11 человек пострадало. Кроме того, в 8 часов 37 минут прогремел взрыв на станции метро «Парк культуры» радиальная. Взрыв прогремел также во втором вагоне поезда, когда он был на платформе. В результате взрыва погибли 12 человек. По предварительной информации, 15 человек пострадали. В обоих случаях произошел взрыв устройств неустановленного образца. В настоящее время в метро работают спасатели, пожарные, медики и другие оперативные службы. Всего от МЧС задействовано 207 человек, 59 единиц техники. От всех оперативных служб – 380 человек и 95 единиц техники. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Они развозятся по больницам города. Проводится эвакуация пассажиров. Организовано движение автобусов для того, чтобы до пассажиров в эти утренние часы. Ирина Андреанова, начальник управления информацией МЧС России. По фактам взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» возбуждены уголовные дела по статье «Терроризм». Вот что нам сообщили в Следственном комитете при прокуратуре. Сегодня на станции метро «Лубянка» ориентировочно 7.20. В поезде во втором вагоне произошел взрыв неустановленного устройства. По предварительным данным погибло не менее 20 человек. Около 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они все доставлены в госпитали Москвы. Устанавливается тип и мощность взрывного устройства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УКФ «Терроризм». По предварительным данным аналогичный взрыв произошел на станции метро «Парк культуры». Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Спасители МЧС. В связи с оттрудненном проездом бригад скорой помощи по центру Москвы используют специальный санитарный вертолет для помощи пострадавшим при взрывах в метро. Об этом сообщил РИА Новости, представитель столичного ГИБДД. По его словам, движение в центре Москвы за двух взрывов в метро крайне затруднено. Сотрудники ГАИ принимают меры для проезда машин оперативных служб к месту ЧП. Движение по Садовому кольцу по внешней стороне и местами организовано по внешним полосам. Для эвакуации пострадавших МЧС задействует санитарный вертолет. Об этом сказал собеседник агентства. Руководство ГАИ просит водителей ограничить въезд в центр столицы. Во всех местах ЧП задействованы службы эвакуации автомобиля. Еще раз напомню, телефоны горячей линии, по которым можно узнать о судьбе родственников, пострадавших при взрыве на станции метро «Лубянка» и «Парк культуры». Звонить нужно по телефону 622-1430 в администрацию Московского метрополитена и также в префектуру центрального округа Москвы. Там телефон 624-34-40. Другим событием дня. Около 12 тысяч жителей Архангельска уже сутки остаются без... Да, ну, интересно просто. Ну и настроение тоже поднимает. Люди радуются и не так злятся, когда ждут своей очереди. В художественном училище имени Боголюбова открылась персональная выставка художницы Валентины Маркушиной. В экспозиции представлены пейзажи, натюрморты и портреты всего более 200 картин. Вдохновение, по словам самой художницы, она черпает из окружающего мира. Милые такие родные взгляды, волжские пейзажи, плеск волны, закаты над рекой. Цикл работ посвящен размеренной деревенской жизни. Домики, церквушки и девственно чистая природа. С портретов на зрителей смотрят сельские труженики и беззаботные дети, наслаждающиеся летним теплом. Куда не ехала, всегда я брала с собой тюдник и писала. Потому что есть люди, которые имеют фотографии. А вот у меня и работают. Музыка 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 Сейчас дождь усиливается. сейчас и сколько будет потом и соответственно по новому видео уже сориентируйтесь как быстро это все нарастает ну естественно все зависит от интенсивности это не а вы шайка волшебный возьму шарик убираю всех кулачок о летит эти плавить паспорта а а а а а